Новогодние благотворительные поездки торговой сети Еврооп по белорусским детским домам подошли к завершению. Последними точками на карте добра стали и Венецкий дом-интернат для детей и инвалидов, и Минский детский дом номер 7 – «Семья». Их воспитанники очень любят встречать Новый год с яркими песнями и танцами. «Споем песню!» Еврооп привез для детей из Венецкого дома-интерната не только праздничное представление, но и нужные подарки. Компания заранее связалась с детским учреждением и выяснила, чего не хватает для комфортной жизни. Вы знаете, что у нас дети 16, у нас дети-колясочники, поэтому мы испытываем небольшие трудности для того, чтобы передеть их, помыть их. Поэтому мы заказали подъемник. Подъемник облегчить работу санитарочек наших, потому что дети все-таки находятся от 4 до 31 года, и каждому нужен уход. Без сладости игрушек никуда. Каждый ребенок также получил конфеты и пушистого друга из коллекции «Лесная семейка-2» «Зов джунглей». Мне сегодня очень понравился сегодняшний концерт. Как снеговичок с львом танцевали красиво. Подарки очень красивые, понравились мне. Никогда так не ожидала, что к нам приедет сегодня Еврооп. Это сюрприз для меня сегодня был. Столько гостей. Вот как-то нравится все. Подарки такие интересные. Очень много подарков. Заказы вот от Деда Мороза нам привозят. Не менее радостно команду Еврооп встретили в Минском детском доме. Для поздравления ребят с Новым годом компания пригласила сказочных героев – снеговика и тигра-клыча, которые провели для детей представления с играми, танцами и загадками. Также воспитанники детского дома получили необходимые подарки. «Каждый раз они прислушиваются к нашим просьбам и выполняют их. Например, в этом году мы просили для создания уюта в детских комнатах покрывала. Они нам подарили сейчас. Ранее это были подарки для гостиных комнат, для кухонь. И каждый раз эти подарки делают нашим ребятам жизнь их более комфортной». Еврооп стал настоящим другом для многих детских домов по всей стране. И ребята всегда с нетерпением ждут любимых гостей. «Это очень хорошо, что к нам приезжает Еврооп, и каждый год пытаются нам уделить свое внимание, подарить подарки. Это, конечно, все очень замечательно, то, что нас не забывают, нас все любят и хотят, чтобы у нас все было хорошо. Ну, мне здесь все понравилось. Вот это вот представление, вот эти вот, ну, Снеголовик и Алекс, они были такие хорошие, красивые. Еще представление понравилось. Она была очень таким эпичным. Еще подарки хорошие, такие сладенькие. И игрушечка хорошая, красивая». «Новый год – время волшебства. Все мы в это время ждем, конечно, подарков, сюрпризов. Больше всего их ждут дети, особенно те, которые, волей и судей, показались одни на попечении государства. Конечно, у них есть все необходимое, государство о них заботится. Но вот то самое чудо, которое приносит Дед Мороз, не всегда к ним может прийти. И если вот Евроопту удается хотя бы на несколько мгновений стать таким Дедом Морозом, мы, конечно, будем делать это снова-снова, каждый декабрь, приезжать к детям с подарками, потому что Новый год – это время волшебства». За время благотворительных поездок в рамках акции «Наши дети» Европа посетил семь детских домов во всех регионах нашей страны. И в Новом году эта добрая традиция непременно продолжится. Европа поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает крепкого здоровья, счастья и исполнения самых заветных желаний.